МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости на Первом Карагандинском. Мы расскажем вам о том, что произошло в среду 12 сентября. В студии работает Андрей Теннет. Аккуратно о главных событиях. Отличный результат в ЕНТ еще не гарантирует образовательный грант в высшем учебном заведении. В этом убедилась жительница Караганды, дочь которой не поступила в университет. Ведущая телекомпания Первый Карагандинский стала обладателем премии Акимобласти Тельжаншары. В Караганде наградили тех, кто внес наибольший вклад в развитие государственного языка. Бороться с коррупцией всеми методами и средствами, в том числе и с помощью искусства. На сцене Казахского драматического театра имени Сакена Сейфулина состоялась премьера спектакля «Эйель Тахдеры». И теперь подробнее об этих и других событиях. Жительница Караганды жалуется на несправедливое решение комиссии по распределению грантов. Ее дочь не поступила на грант, несмотря на высокий балл и льготу. В Министерстве образования прокомментировали данную ситуацию. На Замрымканова готовилась к ЕНТ два года. Однако, несмотря на старания девушки, заветный грант ей так и не достался. Решение конкурсной комиссии заставило негодовать все семейство. Выпускница планировала поступить на грант по сельской квоте и оправдать надежды родителей. Девушка признается, что не смогла сдержать слез, когда увидела результаты. Выпускники, набравшие более низкие баллы, оказались в списке счастливчиков. Если честно, мне было очень обидно. Стало стыдно перед родителями. Я много плакала. Те, кто набрал гораздо меньше меня, поступили на грант. А я нет. Это ведь несправедливо. Я дни и ночи проводила за подготовкой к тесту. Но мои ожидания не оправдались. Мне очень больно. Мама Назым не стала закрывать глаза на эту несправедливость. Женщина пыталась получить ответ в компетентных органах. Ей объяснили, что поступившие с низкими баллами выпускники являются круглыми сиротами. Гульмарал в это не верит. По ее словам, трое из них являются выходцами из полных семей. Я говорю, 12 детей. Я говорю, касается, что 12 детей, я ничего не знаю. А то, что в списке трое детей, девочки вот эти, по именам я их не буду назвать, я точно знаю, что они не круглые сироты. И у них никаких льгот не было. И баллы набранные меньше моей дочки были. В Министерстве образования и науки отметили, что никаких оснований для проведения проверки нет. По словам чиновников, Назым Рымканова не смогла поступить ни на одну из указанных четырех специальностей из-за того, что проходные баллы были выше ею набранных. Тем не менее, в Министерстве отметили, что мониторинг вуза все же проведут. В скором времени наше министерство планирует провести мониторинг вузов Казахстана. Тогда мы и проверим подлинность сертификатов, предоставленных студентами. По поводу Назым у нас нет причин для проверки. Гранты были распределены правильно. Тем временем Назым Рымканова стала студенткой одного из местных вузов. Девушка поступила на платное отделение. Она намерена работать, не покладая рук, и учиться на отлично, чтобы не навалиться непосильным грузом на своих родителей. Токжан Лянова, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Караганде наградили лауреатов премии Тельжана Шеры. Карагандинцев, внесших вклад в развитие государственного языка, поздравил Аким Карагандинской области Ерлан Кушанов. В этом году лауреатами премии стали семь человек. Премия Акима Карагандинской области Тельжана Шеры присуждается с 2012 года. В текущем году на премию претендовали 56 человек. С приветственным словом перед участниками мероприятия выступил Аким Карагандинской области Ерлан Кушанов. Он отметил, что в последнее время интерес представителей других этносов к изучению казахского языка заметно возрос, а потому необходимо добавить еще одну номинацию как лучшая методика. Также глава региона сделал особый акцент на трехязычия, подчеркнув, что знание английского и русского наравне с казахским языком является велением времени. Президент сказал, что Казахстан должен восприниматься во всем мире как высокообразованная страна, население которых пользуется тремя языками. Что мы должны для этого делать? Развиваем государственный язык, поддерживаем русский и изучаем английский язык. Мы хотим привлекать иностранных инвесторов, открывать совместные предприятия, развивать туризм в стране. Это значит, что каждый должен быть готов свободно изглавлять свои мысли на трех языках. Тельжана Шере – это оценка труда тех, кто вносит значительный вклад в осуществление языковой политики и развитие государственного языка. Лауреатами премии становятся бизнесмены, госслужащие, представители интеллигенции других национальностей, а также юные полиглоты и журналисты. В этом году победителем в номинации «Уздык Телехабар» стала диктор телеканала «Первый Карагандинский» Гульнур Жакен. Для меня это было неожиданностью. Я очень рада, что данная награда была присуждена именно нам, нашему каналу. Считаю, что это наша общая заслуга, так как над одной передачей мы работаем с СИМ-коллективом. И считаю, что это для нас стимул идти дальше, идти вперед и трудиться во благо процветания нашего города, во благо процветания самого главного нашего государственного языка. Особое внимание в этот день было приковано самому юному лауреату премии. Евгению Янке всего 15 лет, а он уже может похвастаться победой в номинации «Тельбельгере». Она предназначена для представителей разных этносов, которые в совершенстве владеют казахским языком. Евгений является призером многих олимпиад по государственному языку. В будущем он мечтает стать журналистом. Когда настало время для интервью, ученик экспериментальной гимназии имени Жамбыла Акалбаева признался, что ему намного легче излагать свои мысли на казахском языке. Победа в этой номинации – большая честь для меня. Я очень рад. Казахский язык я изучаю с детства. Мне нравится читать произведения Абая Кунанбаева. В будущем я хотел бы стать журналистом. Хочу поблагодарить своих учителей за их труд. Каждый из номинантов удостоился сертификата в 250 тысяч тенге. А главный приз в 1 миллион тенге достался редактору областного телеканала Жампийсову Ашмухану. Церемония награждения лауреатов премии Акима области прошла на высоком уровне. Гостей яркими номерами развлекали воспитанники детского сада, школьники и талантливые исполнители эстрадных и народных песен. Тохжан Лянова, Шалкар Алтенбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Аким Карагандинской области Ерлан Кушанов вручил ключи от квартиры золотому призеру азиатских игр Ибрагиму Баглану. В областном Акимате глава региона провел прием с победителями международных соревнований. Неравнодушные наши земляки решили подарить ключи. Я просто вручаю. Ключи от квартиры в Жасказгане, а также денежный сертификат на сумму полтора миллиона тенге. Этой награды удостоен самбист Ибрагим Баглан, ставший чемпионом азиатских игр. Всего в копилке карагандинских спортсменов 11 наград различного достоинства. Помимо золота, три серебряных медали и семь бронзовых. Аким области Ерлан Кушанов наградил всех медалистов денежными сертификатами. Приветствуя победителей, глава региона отметил, что каждый из них – гордость карагандинской земли. Каждое ваше выступление мы, не пропуская, смотрели и радовались, когда вы побеждали, становились чемпионами, призерами, когда наш флаг поднимался, когда наш гимн играл. И сразу хочу сказать, вы очень достойно выступили. Я хочу от имени всех болельщиков, от имени карагандинцев вас поблагодарить и сказать вам огромное спасибо. В 18-х азиатских играх принимали участие 34 спортсмена Карагандинской области по 10 видам спорта. Руководитель областного управления физкультуры и спорта заявил, что все они выступили достойно. Спортсмены Карагандинской области достойно выступили. На азиатских играх подтвердили свой высокий уровень спортивного мастерства. 11 медалистов поднимались на пьедестал почета, а 8 спортсменов области заняли 4 место, остановившись в шаге от медали. А Казахстан сколько всего получил? Казахстан заняло 15 золотых медалей, 17 серебряных и 44 бронзовых медалей. Вместе с наградами Атакима области каждый победитель стал обладателем денежной премии от Национального олимпийского комитета Казахстана. Призеры довольны своими результатами, но на этом останавливаться не собираются. Все схватки были сложными. Я выступал со сломанным носом, но это не помешало мне выиграть золото. Теперь меня ждет чемпионат мира в Румынии. Он состоится уже в ноябре, поэтому я продолжу упорные тренировки. В ближайшем будущем у нас, получается, на следующий год, это у нас чемпионат мира будет по годовым видам спорта. И там у нас пройдет такой континентальный отбор на Олимпийские игры. И если мы его пройдем, то у нас, можно сказать, будет путевка уже на Олимпиаду. Впереди новые старты и новые победы. Глава области Ирлан Кошанов пожелал спортсменам новых спортивных рекордов на славу Каргандинской области и Республики Казахстан. Андрей Тенаман Кужанов, Андрей Тимофеев, 1-й Каргандинский. И далее в выпуске. Ни цветов, ни подарков, ни денег на ремонт. Борцы с коррупцией подчеркивают, что любые поборы в школах являются коррупционным преступлением. Для сотрудников сферы образования было организовано совещание с участием специалистов антикоррупционного ведомства. Всевозможные поборы в школах относятся к проявлениям коррупции. Об этом твердят сотрудники департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции. Ведомство ведет пристальный контроль над образовательными учреждениями, в которых коррупционные риски особенно велики. В начале учебного года борцы с коррупцией решили напомнить директорам школ о необходимости пресечения любых фактов поборов. Только недавно вице-министр образования заявил, что сбор денег в школах запрещен. То есть родители не обязаны платить за ремонт кабинетов, покупку учебников и канцтоваров. Наше ведомство ведет активную работу по пресечению подобных фактов. У нас есть специальная мониторинговая группа, а также карта общественного контроля. Вместе с активными представителями общественности мы стараемся снизить коррупционные риски. Совещание прошло с участием директоров школ, специалистов департамента по контролю в сфере образования и отделов образования. Мероприятие проводилось посредством видеоконференц-связи. Стоит отметить, что подобные совещания провели по всему Казахстану. Жители Караганды получили возможность бесплатно пройти полное медицинское обследование. В прошлые выходные был проведен день открытых дверей во всех медицинских организациях. Врачи приняли пациентов без направлений и провели диагностическое обследование. Жители Караганды не упустили возможность получить медицинскую консультацию у квалифицированных врачей. Пациенты прошли лечение без предварительной регистрации в удобное для них время. Одна из многочисленных пациентов, Анель Абдикен, также решила пройти обследование в поликлинике номер один. Про день открытых дверей она услышала от своих коллег и решила принять участие в мероприятии. Боли были после того, как поем, не особо такие приятные. И они очень долго меня беспокоили и терпеть я уже больше не смогла. Поэтому пришла на эту процедуру, на ФГДС. Не сказать, что тоже процедура из приятных, но терпимая. Также в этот день перед поликлиникой номер один был организован флешмоб. В рамках мероприятия консультации проводились бесплатно для различных анализов крови, таких как измерение артериального давления, болезни глаз и сердца. Все желающие могли измерить уровень глюкозы в крови и уровень холестерина с помощью передового оборудования. Целью данной акции является, чтобы люди обращались с профилактической целью в поликлинике, чтобы выявить, это цель для раннего выявления таких заболеваний, как артериальная гипертензия, сахарный диабет и другие болезни системы кровообращения. Данное мероприятие прошло в рамках фестиваля «Здоровье» и посвящено Международному Дню Семьи. Следует отметить, что в сентябре планируется провести День открытых дверей во всех лечебных центрах по случаю Дня кардиолога. Мульдир Жакан, Шалкар Алтымбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В областном департаменте внутренних дел состоялся конкурс на знание государственного языка. Мероприятие было приурочено ко Дню языков, который отмечался в стране 5 сентября. В традиционном конкурсе сотрудники внутренних дел состязались в знании государственного языка. Заместитель начальника ДВД Ордак Интыкбаев отметил, что главная цель – это воспитание патриотизма у сотрудников полиции, а также расширение сферы применения государственного языка. Язык – это особое орудие, которое связывает и сближает людей, одну нацию с другой. Поэтому язык мы ценим и уважаем как основу сплоченности и единства, как начало дружбы между народами. Наиважнейшая установка нашего развития – это развитие государственного языка, действие программы «Рухани Жангару». Конкурс проходил в четыре этапа. Команды оценивала компетентность жюри. Первое место заняла команда «Алгер» Юго-Восточного отдела полиции. Участников наградили грамотами и ценными призами. В рамках мероприятия также были награждены 13 сотрудников, показавшие отличные результаты по итогам тестирования КАЗ-тест, а также поощрены сотрудники, знающие и применяющие государственный язык в своей работе. Благодарственное письмо я получил за знание государственного языка и применение его в своей повседневной служебной деятельности. То есть документы обороте в использовании и в общественных мероприятиях. Также я неоднократно участвовал раньше в таких же конкурсах, которые проходят в настоящее время. В областном департаменте внутренних дел отметили, что количество сотрудников полиции некоренной национальности, владеющих государственным языком, из года в год увеличивается. И подобные мероприятия повышают мотивацию для изучения казахского языка. Андрей Теном, Анкужанов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Что влечет за собой коррупция? Этот актуальный для современного общества вопрос затронут в спектакле, премьера которого состоялась на сцене Казахского драматического театра имени Сакина Сейфулина. В центре сюжета история молодой женщины, которая обвиняется в расхищении государственной казны. Постановка Айель Тахдера является совместным творчеством карагандинского режиссера Сламбека Жумагали и коллектива казахского драматического театра. Первыми зрителями стали чиновники областных структур. Эта тема напрямую связана с нашей деятельностью. Думаю, что данная постановка включает в себя положительные воспитательные моменты. Спектакль был поставлен в рамках антикоррупционных мероприятий. Борцы с коррупцией отмечают, что намерены бороться с этим здаимством и казнократством не только репрессивными методами, но и с помощью искусства. Такие представления проходят вот уже третий раз в нашей области за нынешний год. До этого все представления были на русском языке, а сегодняшние – на государственном языке в целях его поддержки. Такие постановки ставятся специально в антикоррупционных целях. Разъяснение основных столпов антикоррупционной политики посредством художественной культуры и искусства дает несъюминутный эффект, заявляют антикоррупционеры, но способствуют самовоспитанию госслужащих. А это немаловажно для формирования честного и профессионального госаппарата. И это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Ждите новостей на Первом Карагандинском, и вы будете в курсе всех событий. Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин